Здорово, Оля. Что-то меня выключило. Фотографию не видно. Сейчас только разговаривал. Так, подожди тогда, я сейчас гляну, что у меня тут опять. Прямо с этим. Алло, слышно меня? Я слышать, слышу. Сейчас мне надо, чтобы меня видно было. Ага, что-то не видно вас. Так, теперь видно? Да. Мир вам. Так, у нас все записывается, выставляется в интернет. Ты не против? Нет, не против. Давай, рассказывай. Мир вам. С миром. Ну, значит, я что хочу сказать. Я начитал книгу. Ну, слава богу. Теперь давай, пересылай оттуда с Володей. Володя принесет. Все, я его сразу с заголовки... Фотографию, я так понял, что вы ее до конца не прочли, да? Да. Потому что о клятве вы бы меня не заставили читать. А что там было? Что говорит он о клятве, вы бы меня никогда не заставили читать. А в каком это месте? Это почти последняя проповедь. Предпоследняя. А почему ты мне не позвонил об этом? Да я вам сейчас звоню. Да, кажется, ты насчитал. Так теперь ты можешь там вырезать? Я не мог это читать. Я когда читал, ну, перед тем ознакомливался с проповедью, я понял, что это вообще не наше. Он берет все, что священники придумали о клятве. Как ее с обещанием вместе свернуть в один комок. Как Христос говорит, да нет, это не вовсе. Христос не сказал не вовсе. Ну да, не вовсе, но не совсем так. Вот видите, вот там в Ветхом Зарете, вот он же говорит, клянитесь. Я думаю, ну, для богослова тебя-то уже маститого такого. Уже Христос сказал. Ну, понятно, то отменилась уже клятва. Это там уже все. И они опять сюда это тянут. Взяли вот сейчас с Володей вместе читали, пока вас тут не мог дозвониться. Он говорит, ну да, однозначно тут он. Он слово обещание и клятва вот так вот свернул вместе и закурили они. Стоят довольные, все им хорошо. Так, а ты можешь отрезать это место? Ну, как я отрезал? Убрать вообще из книги? Ну, у тебя сколько роликов получилось? Так, сейчас где-то около 20. Ну, так узнай, в каком ролике есть. Его отдельно мне. Покажи какой. А я потом отдам его в администрацию. И там они вырежут это место. Ну, вы сами можете, там Вордовская, его можно проповедь убрать, это вообще оттуда. Вы почитайте сами. Вы сами прочтите, а то скажете, что я... Нет, я тебе доверяю на 100%. Тем более... Мало того, он туда и военных приплел еще. Вот военные же дают присягу. Я думаю, ну, богослов, ну, военные пускай будут военными. Но мы-то верующие люди. Как ты всех в одну сразу обнял, главное. Такие проповеди прекрасные. Здесь прям хоп вот так в обнимку с этим миром. И пошел нести всех. Непонятно для меня вообще. Я тебе сейчас скину материал мой о войне и о клятве. И ты посмотришь до конца. Тебе Господь покажет это, что ты прав на 100%. Что говорит Златоуст? Кто клянется, за порог храма не пущу даже. Я поэтому не могу такое прочитать. Я могу просто прочесть, как не надо. Так ты ее не... Обожди, обожди. Я не понял. Так ты ее насчитывал или нет? Нет, нет, я не знаю. О, молодец. Кланяюсь низко тебе. Я же сначала читаю. Да-да, говорить не о чем. Зачем мне считать это? Перед Богом это мерзость. Вообще такая мерзость. Вообще ужас. Вам такая глубина мысли у него. И он самое интересное говорит. Вот у протестантов там говорится, что вовсе не клянись. И они говорят, что клясться нельзя. Но мы-то с вами другие люди. Мы-то православные. И начинают разворачивать. Что-то там какие-то крохомостом заниматься. И в конечном итоге, опа, монахи клянутся. А если, говорит, священник не клянется, то он кто такой? Значит, он лже-священник. Он не какой-то мужик. Все. Если священник не поклялся, откуда такое взяться могло? Мы тут с Володей начали искать, где впервые слово клятва у них появляется у священников. Ну, не нашли. Скорее всего, от Петра Первого, наверное, поперло это все. Он любитель был там, чтобы все по стойке смирно все стояли. Видать, поставил он их. Вот есть такая книга противосектантская. И Кальнева. Это в 14-м году в Одессе. Книга эта, она и в интернете стоит, Кальнев. И я по ней вел занятия в университете. И когда это место доходил, я ее вырезал, и все. Понятно. Ну, все, мы тогда тоже его вырезали. Вырезали, и все. Молодцы, ребята. А что есть, присылай. Я возьму. И все, пошли в администрацию, начнут выставлять. А там никто не будет знать. Я тогда из своего клятву вырезаю, чтобы как бы не было ее. Не было. А вот я когда издавал книги, существует изогробная жизнь. Это Иосиф Павлович Рогозин. Ну, хороший, хороший. А тысячелетное царство, как у всех. Я его вырезал, и все. И патриархи его переиздавали, я не знаю. Видимо, мою вырезку они все-таки так же сделали. Совершенно хелиазм, глупости. Ну, все очень хорошо. Я-то, видите, до вас хотел дозвониться, узнать, как и что. Я думаю, ну что же вы будете. Никак. Никакого компромисса не может быть. У нас есть да-да. Да, значит, до конца да. Должен продумать. Нет, значит, и не уговаривайте. Нет. Нет у нас присяги. Нет. У нас же было, дает присягу староста. А когда прислали этот устав-то, зарубежная церковь-то из Нью-Йорка-то, я это все вычеркнул и сказал, дает обещание. А это нечего. То есть я стараюсь по Слову Божию. Там написано, что по Слову Божию. Проверка. Ну мы еще тут посмотрели, пока вот ждали у вас звонка. Ну все, я тогда это, присылаю вам. Все. Все, с Богом. С Богом. Благодарю за звонок, брат. Благодарю, господи, господи. За звонок благодарю.